Всем привет, у микрофона Ром Лерей, Hitman Blood Money, на уровне сложности профессионал, с рейтингом Silent Assassin. Фух, вот теперь начинаются действительно сложные миссии, хотя в принципе и предыдущие были не то чтобы легчайшие. A House of Cards, карточный домик, миссия в казино, где в принципе, наверное, самый тяжелый вариант это Шейх. Последняя цель, которая помимо того, что прибывает не сразу на локацию, так еще и трудно убиваемая. Цель Шейх и еще две цели, Хенрик Шмутц и доктор, который тоже там, там также есть еще задание с кейсом, но в принципе все довольно легко, кроме Шейха. Шейх, наверное, единственная тяжелая цель. Вот, доктор Тарик Абул Латиф, Хенрик Шмутц и, собственно, Шейх Мохаммед. Начало довольно спокойное, мы заходим в казино, ну не в казино, а как отель, казино как бы внизу отеля, и это стандартная тема для Вегаса. Мы, собственно, прибываем в Вегас именно в этой миссии, и у нас будет даже вторая миссия, совершенно рядом с ней, но уже в следующей миссии. Что мы делаем здесь? Кидаем пистолет, сильверболлер наш, но не слишком близко к двери, чтобы она закрылась, короче. Вон Хенрик Шмутц, что-то там потягивает какой-то алкоголь. Мы достаем уже монетку, будучи наготове, напивает он свою бодягу с каким-то там количеством градусов, и в итоге мы лезем сюда. И для чего монетка? Чтобы привлекать его внимание, после он видит пистолет и полезет сразу к пистолету. Вот, кидаем монетку, он такой, вау, монетка, а потом видит пистолет и думает, вау, пистолет. Собственно, действительно, что такого? Пистолет в туалете, и лысый чувак сзади тебя. Ну, конечно же, мы его душим и оставляем, потому что, как ни странно, это женский туалет, и сюда никто в рамках миссии не заходит. Представьте себе, какой фейл разрабов, по большому счету, потому что, получается, мы оставляем его в достаточно таком общедоступном месте, но туда никто не зайдет, поэтому никто не спалит тело. А это нам и нужно. Итак, вызываем этот лифт. Пока он придет, можем убить время побегов вокруг этой колонны. Да, мы психически уравновешенные люди. Ну, и, в принципе, сейчас он придет, что мы делаем? Забираемся наверх, потому что доктор как раз будет ехать в свой номер, ну, поедет на лифте в свой номер, и тут-то мы его и встретим. Вот он подходит потихоньку. Единственная проблема, наверное, с этой миссией, периодически нужно ожидать чего-то. То есть, если Хенрика Шмутца можно положить практически сразу, то вот доктора надо дождаться, пока он к лифту подойдет. Шейха вообще нужно специально ждать минуты три минимум, а то и больше. Наверное, больше. Я не помню. Честно говоря, я очень рад, что эта попытка мне удалась достаточно быстро. Успешная попытка, в смысле, пройти эту миссию. Ну вот, все. Как только лифт поедет, так сразу его и встречаем. Если ему когда-то снился кошмар, что чувак лысый душит его сверху лифта, как бы, из шахты, то вот это был не кошмар, это был сон пророческий. Забираем кейс, который, собственно, мы потом возьмем и с ним уйдем в конце миссии. Но сначала нужно разобраться с шейхом. Шейха нужно еще дождаться, поэтому, собственно, не все так просто. Мы пойдем к выходу и положим кейс там, чтобы его не забыть. Ну и банально, чтобы быстрее уйти. Положим его где-нибудь вот... Я, в принципе, думал сначала его поставить ближе к выходу, но потом подумал, что лучше его поставить где-нибудь вот здесь. Чтобы он был заметен перед белыми дверьми. Ну, как бы, черный кейс выделяется, будет. Сразу увижу и вспомню, что его надо взять обязательно тоже. Что дальше? Дальше ждать. Реально ждать. Я не шучу. То есть нам придется ждать, ну, как я сказал, пару минут точно. Пока вам люди там фоткаются в казино, а не в отпуск, что ли, уехали или на выходные в Вегас. Они счастливые. Мы же тоже, в принципе, почти уже счастливы, потому что осталось только шейха убрать, но... Его вот надо дождаться. В принципе, это вот... Наверное, единственный минус этой миссии, если будете проходить... Именно в таком, конечно, формате, ждать шейха. Тем не менее, как интересно получается, в принципе, мы даже не залезаем на верхние этажи. В рамках вот этого прохождения этой миссии. А там же целых два этажа, если я правильно помню. Несколько балконов. То есть локация эта гораздо больше, чем я вам показываю в рамках прохождения. Собственно, это касается многих миссий, но вот... В Владмане в плане спидрана, или, по крайней мере, такой попытки спидрана, все относительно быстрее может получиться. И без необходимости куда-то идти дополнительно. Музыка классная. В Владмане такая классная музыка, все-таки. Но ожиданий у меня, конечно, немного убывает уже. Но вот он уже, в принципе, ожидается в ближайший вот минуту, наверное, он прибудет. Я даже не помню. Мне кажется, я не выдержу и побегу к входу на улицу, чтобы посмотреть, когда эта машина уже приедет. А вот она и приехала, собственно. Нам покажут сразу с двух ракурсов. Тут прям цель охрана. Вот вы, кстати, подумайте. Три охранника минимум. Я уж не помню, сколько точно сейчас увидите. Как нам их отвлечь, чтобы шейха-то мы хотим замочить сейчас. До того, как он зайдет в казино. Я вам покажу. Это, кстати, тактика, которую использовал спидранер Коти. Она довольно смешная, но очень удобная. У меня она сработала сразу. Просто я фейлился с убийством. Не с первой попытки. Короче. Сейчас подойдет шейх к вам. Пройдет мимо вас. Его оставляем и сразу же монетку достаем, как только мимо вас будут проходить охранники. Как ни странно, они увидят, что вы держите монетку и остановятся. Я не шучу. Посмотрите на них. Они стоят. Шейх идет. Этого чувака тоже отлечем монеткой, чтобы он не спалил. Все смотрят на монетку. Теперь кидаем ее. Бежим к шейху. Достаем удавку. И давим его, пока он идет по лестнице. Почему? Чтобы анимация была короткой. Это мигом поставит уровень индикатор на красный. Но на самом деле никто нас не спалил. Мы берем кейс и быстро уносим ноги, чтобы нас не спалили, чтобы тело не нашли, пока мы уходим. И это все. Три убийства. Три убийства в ближнем бою. Все верно. Только удавкой. 6.59. Silent Assassin. Ну, я очень был доволен этой миссией в плане ее прохождения. Мне кажется, это было сделано идеально, по большому счету. Не единой какой-то ошибки. Вот за тактику спасибо Коте. Спидранера очень, как видим, рабочая и довольно легкая тактика. Потому что, ну, у меня получилось это не с 10, не с 20 попытки. Ну, с 5, с 6 где-то. Может, чуть больше. Ну, и в газетах опять же Silent Assassin. И до встречи в следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...